Добрый день! Темой нашего сегодняшнего поста будет отрывок из Гимары, который меня и участников нашего ежедневного урока очень сильно заинтересовал. Так Гимара в трактате Мигела говорит так. Таня, чили братья. Рабищимен бен и лазар омер, им ямру лиха закиним стор, и яладим бене стор. Валти вине. Мепнейши стира, закиним беньян, и беньян намерим стира. Переведем. Говорил Рабищимен бен и лазар, если скажут тебе старики, сломай, а дети скажут тебе, построй, тогда сломай. И не строй. Почему? Потому что строительство, потому что разрушение стариков есть строительство, а строительство юношей есть разрушение. Восиманный довар. И какой пример? Рехавам бен Шломо. Кто такой Рехавам бен Шломо? Это был сын царя Шломо, которого звали Рехавам. Он наследовал престол своего отца и столкнулся с такой проблемой. К нему пришли жители еврейского государства, его подданные, и сказали, дорогой наш наследный принц, теперь уже царь. У нас есть проблема. Налоговое бремя, которое возложил на нас твой отец Шломо, слишком тяжело для нас. Мы не можем больше его терпеть. Он сказал, я подумаю, три дня, и отвечу вам, как быть. И он посоветовался с двумя группами людей, с старыми советниками царя Шломо и с юношами, которые выросли с ним вместе. Старики сказали ему, если сейчас ты уступишь, это даст возможность тебе царствовать все дни. Имеется в виду, наверное, твоей жизни. Молодые же ему сказали, сейчас ты уступишь, то какой ты царь. Ты должен, наоборот, сказать им, отец вас угнетал. Да это еще ягодки, я вам покажу, это еще цветочки, я вам покажу такие ягодки. Ого-го! И он оставил, говорит, книгам Лахим, он оставил совет стариков и взял совет юношей. Что получилось? Десять колен Израиля и с ними Ирван бен Навата делились в отдельное царство. Более того, они сказали, что нет у нас никакой доли в царстве Давида. То есть, они пришли и отрицали уже из них, может быть, даже экономических проблем. Сначала, вроде бы, на первый взгляд. Мы отрицаем, в принципе, царство Давида и долю наследия царя Давида как таковое. Мы не имеем отношения к царству Дома Давида. Страшная вещь. Из этого вышло, что вышло, что Ирван бен Нават не давал потом приходить до Иерусалима в храм. Из этого вышло разрушение идолопоклонства, которое они устроили, и туда приходили, в Бейтель, вместо этого служили идолам. То есть, что получилось? В тот момент, когда Рыхавам бен Шлюмо не послушался умных стариков, это создало причину для разрушения всей еврейской государственности через какое-то время. То есть, вот это вот разорванное еврейское такое существо, которое получилось, это два государства. Да, Нахон, это было пророчество, которое получил еще царь Давид в наказание, то, что он разорвал плащ царю Шаулю. Это было пророчество, которое было дано Бахиаш, или он не дал царю Шлому. Все верно, это все верно. Но Лимаосе, что мы здесь видим, что они послушали, он послушался, не мудрых стариков, а молодежь. Более того, с точки зрения управления государством, то, что сказали молодые, это была глупость? Нет, царь должен показать свою силу. Есть понятие власть, есть понятие, что я здесь решаю, потому что я царь. Вот это вот тонкий-тонкий момент. Уловить, когда нужно уступить, и это будет лучше, это будет умнее, это будет разумнее. В перспективе эта маленькая уступка, она даст очень сильный и очень большой выигрыш. Почувствовать это, это нужно иметь мудрость стариков. А иногда нет, иногда нельзя уступить. И почувствовать вот этот нюанс, это тоже большая, вот это вот и есть мудрость. Старики, жизненный опыт, мудрость дает возможность чувствовать эти тонкие-тонкие нюансы. Вот это вот идея, которая меня очень сильно захватила. И поэтому, что я хочу сказать, давайте спрашивать у стариков. Спасибо большое.